пока разработчики решают как им все-таки в каком виде ввести реалистичные бои в игру я это видео давно хотел сделать решил с вами обсудить такой вопрос недавно разработчики тестировали максимально такой хардкорный вариант реалистичных боев когда никаких опознавательных знаков саму свой чужой абсолютно не было даже на прицеле наводишь что на врага что на союзника по барабану не видно то ли свой это чужой на миникарту посмотрел более или менее понял свой это или чужой и потом они выкатили второй вариант а как раз вот который у вас на видео когда над союзниками есть такие небольшие треугольнички по которым ты можешь определить союзник это или враг скажу однозначно первый вариант максимально хардкорный где непонятно где сводит чужой мне не понравился в любом случае если мы к реалистичности как-то привязываемся ну должно быть должна быть какая-то система оповещения свой чужой иначе получается очень странно мне в принципе нравился тот вариант который был изначально в самом начале когда рбшки нам только показали когда ты на союзника наводил прицел и прицел менял цвет и ты такой понятно это союзник это противник вот как минимум мне кажется такая штука должна оставаться сто процентов вот когда ты вообще катаешься и непонятно свой или чужой но там даже я раздавал улей союзником да и мне очень часто прилетала в общем кроме жжение стула я думаю вот настолько реалистичный режим точно не зайдет нашей игре вот настолько хардкорно не понравится большинству я просто в этом уверен в общем с таким максимально хардкорным вариантом для меня лично все было понятно мне такой вариант не понравился напишите потом в комментариях в принципе какой вам все-таки вариант больше понравился первый зашел или второй или может быть у вас есть какой-то третий вариант ну и второй вариант это вот который на экране у вас это с треугольничками которые подсвечивают прям над союзниками подсвечивается маркером таким что и ты точно понимаешь что это союзник для меня этот вариант стал не совсем уже однозначным потому что в какой-то степени он мне и понравился но и с другой стороны в каких-то моментах он стал минусом в общем как раз давайте по этому варианту и максимально подробно пройдемся начнем с однозначных плюсов но очевидно что когда над союзниками есть треугольнички ты точно знаешь нужно в него стрелять или не нужно ну то есть если на тебя несется какой-то танк или уже стоит где-нибудь там в кустах без палева ты точно понимаешь союзник это или противник как только ты наводишься на танк даже в снайперском прицеле опять же ты сразу видишь стоит тебе стрелять него или нет потому что да на миникарте понятное дело что все это отображается но даже я попадал в эти ситуации когда но где-то отвлекся и там вроде бы только что были противники а туда уже оказывается подъехал и союзник и ты в него гасишь момент 2 это позиционирование благодаря этим маркером ты очень четко можешь позиционировать своих союзников ты прям ну ощущаешь да где они ты поворачиваешь камерой а вот там три треугольничка стоят значит там союзники а это значит что противников там нету потому что союзники тоже видя эти маркеры очень хорошо понимают где противник а где союзник и поэтому ты повернулся а там союзники все классно не бывает такой ситуации да когда ты поворачиваешься там вроде три танка но оказывается что один из этих трех это волк до в овечьей шкуре не такого не бывает и ты понимаешь где четко расположились союзники и союзники это точно хорошо видят и понимают и вот он казалось бы да тот самый идеальный режим но вот же классно рбшка и плюс союзников очень хорошо видно но с другой стороны есть и минусы в таком отображении ну начнем чисто с визуального фактора какие-то треугольнички но это же реалистичный режим что за нахрен треугольнички висят над танками непонятно да вроде бы рбшка избавилась от максимально избавилась от всех этих индикаторов и тут как бы есть треугольничек лично на мой взгляд опять же меня это не то чтобы прям сильно напрягает я-то вообще любитель аркадник но с другой стороны кого-то может быть это и будет напрягать да типа я же хотел максимальные хардкор рбшку а тут какие-то треугольники момент 2 это как с одной стороны это выходит в плюс то что ты четко знаешь где союзники где противники но и с другой стороны любителя вот как-нибудь прорваться где-нибудь беспалево прямо в ряды противника затесаться под своего уже просто-напросто отпадают потому что если раньше например но в самом начале тебе хотя бы в прицеле нужно было на него посмотреть чтобы понять что это союзник или противник но тут уже очевидно ну вот они едут твои союзники с этими треугольничками и тут какое-то тело без треугольничка убить естественное куда же без сравнения с war thunder ам где эти самые есть реалистичные бои и там это выглядит примерно похоже как у нас но то есть никаких себе там этих подсветок контуров зон пробитий но тем не менее там каждый от каждым союзником висит название техники так жирненько в общем не промахнешься поэтому в целом на фоне вот такого оповещения наши вот этот маленький треугольник смотрится очень даже так минималистично и не навязчиво если выбирать мне какой режим из этих выбрать то я естественно выбрал бы скорее с треугольничками как я уже сказал да максимально хардкорный вариант не вариант для нашей особенно для нашей игры где вообще все привыкли ко всей этой аркадности и вот делать настолько жесткий режим мне кажется не нужно точно что касается треугольничка то ну возможно я бы в принципе я бы согласился и на вариант когда у тебя только в прицеле ты наводишь на союзника и тогда цвет меняется либо на треугольнике то есть по сути меня и тот и тот вариант бы устроил но я прекрасно понимаю то что вот этот вот треугольничек вариант с треугольничком для большинства будет гораздо комфортнее и лучше как я уже сказал да просто все элементарно будут лучше понимать где союзники где противники соответственно меньше будут стрелять по союзникам от этого у всех будет меньше жопа гореть и всем будет счастье конечно шальные всякие такие проезды как это в начале было уже не прокатят естественно враги сразу поймут свой ты или чужой но с другой стороны в целом рбшка от этого никак не пострадает у тебя все также на тех же картах все еще есть целая куча вариантов для проездов ну потому что это рб никаких маркеров системы засвета и т.д. и т.п. ты если тебя противник визуально увидит то увидит если не увидит твое продвижение какое-то по флангу какому-то то он его не увидит и тут ему не помогут уже все эти маркеры обозначающие свой это или чужой но зато реально лишит тебя кучи геморроя когда особенно в каком-то плотном таком замесе и союзники участвуют и противники очень сложно сориентироваться мини карта тут уже особо не помощник потому что все маркеры находятся очень близко друг другу ну и как я уже говорил просто элементарно это та самая ситуация из-за которой я сломал себе голову когда остался противник там ну меркавка 3 предположим и и противник номер кафки 3 и союзник номер кафки 3 я смотрю на мини карту мерк åка 3 и а там есть союзник смотрю какой-то экшон парид прицеливаюсь прицелом но навожу прицел туда увеличиваю а там замес и две одинаковые меркавки и ты такой типа а ну на мини карту хорошо я открыл там есть союзник но как бы это не лишило меня задачки-то, а кто в кого стрелять-то, в левого или в правого тогда опять же был момент с прицелом, да, потом только додумался, что когда наводишь на союзника, прицел меняется, и в общем-то это можно было выяснить, в общем-то просто стреляя с пулеметика, как только тебе начнут орать, что нет, не стреляй это союзник, значит, это союзник а если того ничего не говорят то значит это противник, но это все еще не очень удобно прям скажем, не очень удобно а так, конечно, в таком варианте с треугольничком у тебя сразу вопросов уже не будет, ты точно будешь знать в кого стрелять, да и в целом конечно, чем мне опять же зацепила РБшка тем, что тебе нужно будет чаще пользоваться командами ну те самые команды, там поддержи там нужна помощь, атакуем потому что бывает, что союзник там где-то оказывается ну там, вас условно там осталось 5 человек, да, и один противник и он где-то катается, на миникарте то ты его уже никак не увидишь, как это раньше было там какой-нибудь союзник его засветил и вот он, бам, сразу там с подсветкой, с сигнализацией тебе говорят что вот там оставшийся противник в РБшке-то такого нету и вот тут очень важно как раз пользоваться этими командами чтобы, ну, ты едешь как бы ищешь его, ищешь, 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 ищешь ну, вроде фиг его знает как вот, то есть, как узнать что твой союзник в это время нашел его и рубится с ним вот тут пока только один вариант это вот эти как раз команды там просто нажать, нужна помощь и тогда ты хотя бы более или менее если обратишь на это внимание увидишь это как раз и туда поедешь, да, к этому союзнику ну, если опять же в тупую кто-то не будет флудить там какими-то этими командами вот здесь, возможно, требуется какая-то небольшая доработка чтобы как-то лучше сигнализировать союзникам вот такие ситуации потому что иногда бывает ну, в конце реально сложно будет бывает искать противника оставшегося последнего потому что ты пока сам не увидишь что там он есть или что союзник с ним рубится как бы, ну, у тебя все, ты слепой, да ты просто катаешься и продолжаешь его искать так что такие мысли по поводу РБшки очень надеюсь что разработчики сильно не будут тянуть ну, явно летом уже РБшка не появится я думаю тут боевой путь как раз типа всем не до РБшки будет но начало сентября начало осени я надеюсь, что вместе с крупной обновой они уже приведут РБшку к какому-то окончательному виду ну, даже если не совсем прям супер окончательному у нас есть вариант да постепенно его доработать но дайте уже наконец в него поиграть пишите в комментариях что думаете по этому поводу не забывайте ставить лайкосы и всем пока пока до сих пор до сих пор Продолжение следует...